Денег нет, британские праворадикалы на грани банкротства. Им не на что удерживаться на плаву партию независимости Великобритании, а это главные сторонники Брекзита. Что происходит в лагере евроскептиков, расскажет Светлана Чернецкая на Штубкор в Лондоне. Самые черные дни для партии. Юкип еще не оправилась после расистского скандала, как над ней нависла беда посерьезнее. Полное отсутствие денег. Избирательная комиссия заявила, что после выборов Юкип осталась должна почти 400 тысяч фунтов, которые она занимала у доноров. И по закону обязана эти деньги вернуть. Один из самых крупных доноров партии всерьез думает отказаться от ее поддержки. За последние полтора года страховщик Аарон Банкс пожертвовал более миллиона фунтов. Но похоже, больше не готов терпеть очередные скандалы в рядах евроскептиков. Уже после Брексита миллионер понял, что Юкип выполнила свою миссию и давно вынашивает идею создания новой политической силы. Я подумываю о создании новой партии. Мне кажется, для этого есть довольно веские основания. Ее основой могли бы стать все те люди, которые голосовали за Брексит. До референдума нам удалось собрать миллион сторонников в интернете. Эти люди и консерваторы, и лейбористы. Мы можем их объединить под новым лозунгом. Для Юкип это означает только одно – смерть. Партии даже не могут себе позволить уволить нынешнего лидера, потому что выборы нового попросту не по карману. Завтра должно состояться заседание верхушки Юкип, на котором обсудят поведение нынешнего руководителя Генри Болтона. Напомню, его молодая любовница скомпрометировала политсилу своими расистскими высказываниями в адрес невесты принца Гарри Меган Маркл. Но многие уже сомневаются, что Болтона заменят. Новые выборы будут стоить около 60 тысяч фунтов. Таких денег у партии нет. Так что сейчас праворадикалы думают, как сэкономить. И начать планируют с верхушки урезать зарплаты лидера и спикеров Юкип. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.